Киев передал странам G7 секретные отчеты об иранских шахедах. И в этот раз речь не о каких-то схемах между Ираном и Россией, а это 47 страниц отчета о том, что иранские дроны имеют более 100 электронных западных компонентов. Об этом сообщает издание The Guardian. Согласно данным издания, в документах говорится, что обнаружили 52 европейских электронных компонента у модели Шахет-131 и 57 у модели Шахет-136. При этом 5 европейских компаний, включая польское подразделение британской транснациональной корпорации, были определены как оригинальные производители этих компонентов. Среди производителей также есть фирмы из США, Швейцарии, Нерландов, Германии, Канады и Японии. Следует отметить, что в документе нет никаких намеков или предположений о правонарушениях со стороны западных компаний. Речь здесь о том, что Тегеран использует коммерческие компоненты, которые плохо контролируются или вообще не контролируются. Но факт остается фактом – западные детали у них есть. Более того, иранцы продолжают складывать с них обновленные дроны. В сети появились кадры испытаний новой версии Шахета-136. Теперь в беспилотнике есть небольшой турбореактивный двигатель. Из-за него уменьшится дальность, но скорость будет выше. Это значит, что украинским защитникам будет тяжелее их сбить. Не исключено, что благодаря западным деталям Тегерану удалась эта модификация. Но ясно, что западные партнеры исправить эту ситуацию не смогут. Поэтому в тех же секретных документах Украина предложила союзникам наносить удары по заводам для производства дронов в Иране, Сирии и, возможно, в РФ. На самом деле, по России можно бить и просто так, потому что, похоже, нормальное производство Шахета в РФ наладить не смогли. Действительно, отдельные элементы есть российского производства, но полный сбор России не удается. Также проблемы и с ракетами. Доказательством того, что это правда, свидетельствует и недавняя поездка Шойгу в Иран, где ему показывали дроны, ракеты и средства ПВО. А вы как думаете, удастся РФ наладить производство дронов или они будут оставаться зависимыми от Тегерана? А еще захотят ли западные союзники бить по заводам по производству дрона? Свои мысли пишите в комментариях, а еще ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал.